хорошо что существуют добрые люди которым не все равно на нуждающихся даже если это маленькие незаметные животные герой нашей статьи поднимался вверх по холму на поле для гольфа как вдруг увидел стайку маленьких утят рядом с их мертвой мамой утята неслись прямо на дорогу но он быстро отогнал их обратно мужчина решил что неспроста наткнулся на этих утят и решил помочь им выжить без матери и найти новый дом он раздобыл картонную коробку и забрал их домой после того как я отогнал их с дороги они забились в угол двери гаража я понял что у меня нет никакой емкости чтобы посадить в них утят но работник поля для гольфа дал мне картонную коробку здесь 7 утят забились в угол картонной коробке чтобы согреться и чтобы им было не так страшно после того как я приехал домой моя жена и дочери помогли мне сделать временный домик для утят предварительно постелив на его дно полотенце мы быстро обнаружили что эти ребята девчонки могут прыгать действительно высоко мои дочки быстро придумали способ блокировать все их попытки выпрыгнуть из домика пока я занимался созданием для них более лучшего жилища один небольшой утиный номер с инфракрасной лампой я расчистил место в углу гаража чтобы сделать им домик они довольно быстро освоились стали пить воду а после того как напились уселись в миске с водой я сходил в местный зоомагазин и купил им немного корма они пережили ночь мы сделали все для них чтобы накормить и напоить их и чтобы им было тепло но до конца не были уверены что они будут жить после перенесенного ими стресс теперь надо было найти новый постоянный дом недалеко я нашел лицензированный центр который занимался тем что помогал реабилитироваться диким животным чтобы потом выпустить их в дикую природу мы собрались всей семьей отправились в это место утят мы посадили в коробок а для мягкости и безопасности постелили на дно коробки мягкое полотенце реабилитационный центр находился в 20 минутах езды от моего дома никто из моих дочек не хотел прощаться с утятами но все мы понимали что так будет лучше для них когда мы увидели этот знак то поняли что были уже близко а после того как мы увидели павлина а мы были на сто процентов уверены что это именно то место которое мы искали вот один из наших любимых постояльцев центра если бы вы только слышали какие чудесные звуки он издавал моя восьмилетняя дочка сказала что когда вырастет хочет заботиться о животных она была просто на седьмом небе находясь в этом центре последнее фото это место где теперь будут жить утята и в котором о нем позаботиться как следует после того как они подрастут то их выпустят в родную среду обитания они бы ни за что не выжили в одиночку хорошо что есть такие небезразличные люди